В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. В Кыргызстане циркулирует британский штамм коронавируса. По словам главы Минздрава Алымкадыра Бейшиналеева, пришли результаты анализов из российской лаборатории, которые подтвердили наличие мутированного штамма в республике. Отметим, в отечественных лабораториях умеют выявлять только базовый штамм коронавирусной инфекции. Поэтому для выявления британского или южноафриканского штамма заборы анализов отправляли в зарубежные лаборатории. Минздрав Кыргызстана после заявления главы ведомства сообщил, что в Кыргызстане циркулируют четыре штамма – британский, южноафриканский, индийский и российский. Сообщается, что углубленное филогенетическое исследование на выявление разновидностей штаммов среди заболевших кыргызстанцев проводилось референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения и в Новосибирском центре вирусологии и эпидемиологии «Вектор». Напомним, в декабре прошлого года в Великобритании была обнаружена новая мутация COVID-19. Примерно в то же время в Южной Африке ученые выявили еще один тип мутации вируса. Тогда стало известно, что эти штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом, показатель заражаемости новых мутированных вирусов выше до 70%. То есть данная инфекция более заразная. Судя по всему, в Кыргызстан она проникла уже давно. Видимо, это и дает высокий рост заражений в последнее время. Тем временем, за минувшие сутки медики выявили еще 380 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 73 больше показателя предыдущих суток. Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Бишкеке. В столице за сутки COVID обнаружился у 246 человек. И это только выявленные случаи, когда люди обратились к врачам и те поставили диагноз по результатам ПЦР-исследования, либо по клиническим показателям. Сколько людей заразились на самом деле, неизвестно. Тем временем, в больницах продолжают умирать пациенты. За минувшие сутки, по данным республиканского штаба скончались 5 человек. 4 в Бишкеке и 1 в Чуйской области. В мэрии Бишкека рассказали, как складывается ситуация в школах в связи с выявленными случаями коронавируса среди детей и учителей. По словам представителя муниципального управления образования Гульмира Акматовой, на сегодня ковидом заболели 45 учеников. У одного из них пневмония. В целом большинство переносит болезнь в легкой форме. Что касается учителей, вирусом заразились 24 педагога. У шести из них развелась пневмония. На данный момент на карантин полностью переведены 15 столичных школ. Уроки для учащихся проводятся дистанционно. В 14 школах введен частичный карантин. На удаленку отправлены только те классы, среди учащихся которых был выявлен ковид. Всего, как отмечается, в 14 школах на онлайн-обучение переведены 11 классов. Новые тарифы на электричество правительство страны планируют ввести уже в августе этого года. О планах внедрить новую тарифную политику на пресс-конференции рассказал глава Минэнерго Акубан Эчбек Турдубаев. По его словам, информация о повышении цен на свет уже размещена на сайте ведомства для общественного обсуждения, в ходе которого вроде как каждый гражданин сможет внести свои предложения. А в августе Минэнерго планирует внести проект в правительство для утверждения. Напомним, накануне после совещания президента с главами энергокомпаний стало известно, что в стране хотят принять новую антикризисную программу в сфере энергетики. Садр Джапаров сообщил, что есть предложение снизить тариф для малообеспеченных семей до 74 тыинов. Для жителей отдаленных и горных районов поднять до 1 сома 4 тыинов. А всем остальным абонентам установить тариф 1 сом 48 тыинов. А если в зимнее время потребители превысили лимит в 1 тысячу киловатт-часов, то платить они уже будут по 2 сома 29 тыинов. Председателем Верховного суда Кыргызстана избрана Нургуль Бакирова. Сегодня состоялось собрание членов высшей судебной инстанции. И, как сообщается, все судьи единогласно поддержали кандидатуру Бакировой. Качаке Эсенканов избран ее заместителем. Нургуль Бакирова ранее занимала должность заместителя главы Верховного суда. Отметим, судьей высшего судебного органа она стала по квоте президента в 2017 году. Два года назад Бакирова была председательствующей на процессе по пересмотру дела Мурбека Тикибаева. Также о ней известно, что она была кандидатом в депутаты от партии Атамикен на парламентских выборах 2015 года. Она шла в списке под 21 номером, но так как ее партия тогда взяла всего 11 мандатов, она не стала депутатом. Япония призывает Кыргызстан расширить взаимные деловые связи с использованием сети японской организации по развитию внешней торговли. В Бишкеке состоялась встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с послом Японии в нашей стране Сигеки Маэда и постоянным представителем японского агентства международного сотрудничества в Кыргызстане Немото Науюки. Как отмечается, на встрече Казакбаев высоко оценил работу Джайка в нашей республике, отметив один из ее успешно реализуемых проектов «Одно село, один продукт». Министр подчеркнул важность углубления сотрудничества, в том числе в сфере инвестиций. Посол Японии, как сообщается, продемонстрировал презентацию по вопросам экономической дипломатии и рассказал о возможностях сети японской организации по развитию внешней торговли. По итогам мероприятия стороны договорились об ускорении проработки соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также меморандума в сфере трудовой миграции между двумя странами. И к этому часу пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова